Минобороны ознакомят нас с новыми подвигами участников операции по защите Донбасса. Капитан Дмитрий Фурдуй со своей мотострелковой ротой блокировал пути отступления радикалов, оккупировавших населенный пункт. Те попытались прорвать оборону, завязался бой, в ходе которого были уничтожены три вражеских минометных расчета. В итоге противник сложил оружие и сдался в плен. Дорогие друзья, я просто был шокирован репортажем Первого канала России, где было рассказано о подвигах гвардии капитана Дмитрия Фурдуя. Дело в том, что как раз ролик, который я записал, видео с фронта, про распаковку, про захват и угон БМП 35-й мотострелковой бригады ВС РФ, которая принадлежала как раз тому самому капитану Дмитрию Фурдую, как раз этот ролик очень четко показывает, кто на самом деле бежал, кто на самом деле был уничтожен. Рабочая тетрадь, командир 8-го звуковорота, гвардии капитан, фурдуя Дмитрия Евгеньевича. А воровали вы зачем вот эти вещи? Видеокамеру, фотокамеру, вот этот вот динамик, мобильный. Так вот, я в ближайшее время опубликую правду о том, что делал капитан Фурдуя его рота, чем закончились боевые действия его роты и где его рота вместе со всем батальоном, третьим батальоном 35-й мотострелковой бригады из Олейска, в которой входила рота капитана Фурдуя. Где вся техника этого батальона осталась? В Белогоровке, да? Поэтому я хочу сказать от имени всех радикалов и националистов, которых по телевизору уничтожает Первый канал, хочу сказать, мы никуда не убежали, мы не сдались в плен, наоборот, радикалы и националисты полностью разгромили весь батальон, в который входил капитан Фурдуя. Захватили его БМП личную со всем имуществом, вообще в идеальном состоянии. Уничтожили всю боевую технику. Это произошло под селом Белогоровка. И для того, чтобы это вранье разоблачить, я вам в ближайшее время покажу репортаж из разгромленного российского плацдарма под Белогоровкой, где была разгромлена рота Фурдуя и другие российские части. Вы все увидите своими глазами, чтобы сделать вывод. Я вам хочу сказать, в том районе, который я буду снимать, уничтожено более 100 единиц российской боевой техники. Поэтому и поле боя осталось за Украиной, за украинскими воинами, которых Первый канал называет радикалами-националистами. Ну что ж, радикалы-националисты успешно уничтожают российских фашистов. И уничтожат полностью, потому что Украина никогда не будет Россией. Ну и чтобы не было сомнений, как и где мы нашли БМП командира 8-й роты 3-го батальона 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВСРФ, пункт дислокации Олейск, с полным комплектом связи Р-168 Акведук, 8 радиостанций, полностью все средства связи, какие только входят в эту систему, правительственная спецсвязь, зарядные устройства, тепловизионные прицелы. В общем, все это добро мы обнаружили в самой БМП. БМП, естественно, отогнали, немного подальше от передовой. А сейчас я вам покажу, где мы ее нашли и как нашли. Это она прямо на берегу Северского Донца, близ села Белогуровка, Луганской области, Украины. И буквально в 100 метрах российский берег, мы рядом с ними. Поэтому, конечно, там на месте вскрывать БМП было нельзя. Мы проверили ее состояние, была абсолютно исправная машина. Пригласили бойцов и выехали на этой БМП. И сейчас покажем, как это было. А Украина будет свободной страной, и российский фашизм будет нами разгромлен. А все те, кто как капитан Фурдуй не пытаются убежать, все они будут уничтожены. Слава Украине! Вот как живыли российские войска на плацдарме под Белогорлевкою. Вот побуд окупантов. Норы, щелины вырыли, купа краденых речей. О, смотрите, даже ВСУ-шную куртку это утро украли. Вот шайка мародеров. Разгрузочки тут у них побросали, конечно, все, что было. Связь. Ну что, пошли глянем туда. Я Иван, техника, чтобы можно видеть справа от переправы, а потом подставляется... ВСУ-шу другом. て. Продолжение следует... Быка столько побросали, что невозможно все сразу собрать. Три батальона зашло, ничего себе. О, еще одну нашли единицу боевой техники. Замаскировались неплохо. Нас там могут увидеть. Ничего, мы быстренько пройдем. Запрятались далеко. Вот там уже противник на том берегу. Поэтому нужно действовать осторожно. И внимательно смотреть. А тут целенькая, абсолютно целенькая БМП. О, отважные. Отважные и обделавшиеся. Все покидали. В панике. Генератор у него. Мегафон. Русский Иван. Предлагаю вам сдаться. Здесь водки все равно нет. Идите домой. Чуть погромче говорить, так они нас услышат. Вот, вон, Северский Донецк. В таком технике мы берем. Конечно. Подвлекаем. Адельская, наверное, командирская, блядь. Командирская? Командира роты. Вот этой восьмой роты. Это именно машина. Второй батальон, да. Красота, отлично. Сейчас залезем, посмотрим. Осмотр трофейной российской БМП. Все в порядке у нее, да? Да. Новенькая. Сейчас можем ехать, дернем. Ну и поедем с ветерком, да? БК есть. Все загружено лично просто. Что там написано на ящике? Там подразделение должно быть указано. Табличка. Восьмое МСР, второе МСБ. Ага. В воинской части написано? Нет. Там должен быть упаковочный лист. Здесь, здесь, блядь. Намародеренное добро. А, ну-ка, сейчас залезу с ним. На бытового назначения. Вот это. А, ну-ка, ну-ка, что там, что там, подними-ка. Что там? О, зарядочки. Зарядочки краденые, пауэрбанки. Так, отлично, отлично. Я думал, БК. А это второй мотострелковый батальон, восьмая рота. Возит на мародерку. Мародерочку. Генератор, конечно. Генератор там, да? О, отлично. Ну, это командир роты машина явно. Что так надо, блядь. Командир роты. О! Слушай, жалко, что я не механ. Сейчас мы можем поехать. Ну, красиво было бы. А ты, зашибись. Вот не зря сходили, да? Причем, да. Причем, походу, это хорошая нация. Командира роты. Сейчас. Отлично. Друзья, мы нашли один бета хороший. В офигенном состоянии. По сути, он новый. Она бы нехана. Я думаю, что заведется и поедет сразу. БМП? БМП. БМП. Извини. Сейчас. Что-то придумаем. Прием. Прием. Если что, жду. Командир. Да, это мне здесь нравится. Слушай, не зря мы с тобой проехали. Ну, конечно. Слушай. Намародерили ружье. Ружье. Ну, нет. Свое. Прикинь. Ничего себе. Капитан Фурдуй Д.И. Тульский оружейный завод. С охотничьим ружьем. Ага. Что это? Армеплан. Интересно. Чайник у него здесь командирский. Генератор. Вообще все бросил. Просто голодранцем поехал. Побежал с Украины. Боевую технику бросил. Ружье личное бросил. Генератор бросил. Радиостанцию бросил. Да? Где там командирская радиостанция? Вот она. Под этим люком. Ну-ка, ну-ка. Сейчас глянем. Так. Открываем. Ага. Радиостанция. Ух ты. Сколько тут боекомплект у него. Полый комплект БК. Отличная бэха. Просто в отличном состоянии. Все исправно. Все прицелы. Кровать у него там складная. Стульчик. Чайник. Ух, все тут. Устроенные бытовые условия. Нет, я сюда. Так. Прицелы исправные. Все в порядке. Триплексы не разбитые. Отличная машина. Все-таки это приятное, особенное чувство, когда ты сидишь. Прекрасный день. Разгромленные российские три батальона тактических группы. На плацдарме под селом Белогоровка. Я вот сижу на броне. Полностью исправная, захваченная БМП. Командира 8-й мотострелковой роты. 3-го мотострелкового батальона. Капитана Фурдуй Д.И. Ну, что сказать. Много здесь осталось подчиненных капитана. Не знаю, может он и сам тут где-то. Запахи тут, конечно, не очень приятные. Куча всяких ошметков российских оккупантов. А вот на том берегу, почему показываю. Вот там и сидят российские войска. Это еще пока их берег. Но украинские воины, конечно, освободят всю землю. И вот так же, как была разгромлена российская группировка отель российских батальона под Белогоровкой. Было освобождено полностью село. Но так же будут разгромлены российские войска на всей территории Украины. Потому что Донбасс это Украина. И Украина никогда не будет разгромленной. Но это не так.